У меня один мой американский приятель собирается ехать в Украину, начинать бизнес. Я ему говорю, в Украине, в отличие от Америки, самая большая проблема, это вообще очень низкая платежеспособность населения. Как ты считаешь, является ли это самой большой проблемой для ресторанного бизнеса? Нет, в ресторанном бизнесе это стереотип часто. Вот наши рестораторы предыдущей волны, которых я безмерно всех уважаю, но они почему-то ожидали, что рестораны это про средний чек 100 долларов на человека. Это ты имеешь в виду за дорожного? Вообще в целом, так был построен рынок. Может быть в какие-то годы это и происходило, когда очень много коррупционных денег было и деньги не считали, но в целом это не рыночные чеки средние. Рыночные условия и средние чеки во всем мире одинаковы. Заведения условно вот этого низкого сегмента, фастфуды, фасткэжуал, смарткэжуал заведения, это до 5 евро средний чек. Вот вспомни, когда мы, помнишь, могли путешествовать в Испанию, в Италию, во Францию, ты можешь в любой небольшой барчик зайти, купить кофе или бокальчик, или круассанчик, или что-то, это до 5 евро. Что в Киеве это до 150 гривен, что в Париже, это одинаковая история. Рестораны средней категории, кэжуал так называемые, ну обычно, например, пиццерия в Испании, в Италии, или там тротурия, или там какой-нибудь тапас, пинчас, бар, это средний чек 10 евро. То есть люди идут, например, двумя семьями, да, двумя компаниями, на стол заказывают одну-две бутылки вина, на стол паэлью, допустим, за 20 евро, на стол там два салата микста, да, какой-то закуски, и того у них чек на стол 40-50 евро. На человека это 10 евро. То же самое у нас, 250-300 евро, это столько, сколько ты тратишь у меня условно в Чикен Киев, или в Восстании Баррикаде, или там в Барсуке, условно говоря, те же самые деньги. Премиум в мире это 20-50 евро. Это где, условно говоря, специальный уже визит, красивый ресторан, иногда это Мишленовский ресторан, да. Есть, конечно, зашкальные какие-то, где там дегустационный сет стоит 300 евро, но в целом на человека это до 50 евро, а в основном это 20-30. Это очень хороший ресторан, там прям с крутыми там бокалами и так далее. То же самое в Украине, в Охоте на овец средний чек 600 гривен, это потолок на человека, но это уже там с вау-подачами, уже там специальный тоже приезд, черти куда, на воздвиженку, условно говоря. Я каждый день езжу мимо, нормальное место. Ну или в Канапе то же самое, да, там вот как ресторан современной украинской кухни на Андреевском спуске, тоже там 500 гривен средний чек, это считается премиум, так же и в мире, так и у нас. То есть покупательная способность в нашей категории, вот в кафе, в барах, в ресторанах, в хорике абсолютно одинаковая. Даже, кстати, наши иногда чуть больше тратят денег, чем тратят денег на поход в кафе, бар, ресторан на Западе, потому что они каждый день ходят есть, они же дома не готовят. А у нас все еще это спецвизит, праздник. Мега известный парень, успешный ресторатор Дима Борисов, сейчас еще и блогер, харизматичный парень, автор многих ресторанов, в том числе Бессарабка Корнер, назовем это так. Я не знаю, на самом деле, как он называется правильно. Гастрофэм или Маркет. Гастрофэм или Маркет. Ответ Чимберлену на охота на овец, множество, автор многих-многих процессов, очень позитивный, очень харизматичный. Сегодня мы будем говорить не об успешном успехе, а мы будем говорить о том, как выживать локдаун, такому оффлайновому бизнесу, как ресторан. Что будет выживать, как будет выживать. Расскажи про вино. Как ты договорился с Шабо? В принципе, стандартная история, стандартная идея, как во всем мире, в Италии, в Испании, во Франции, ресторанчики делают свои private label, или это house wine. Куд брендинг называется. Да, или house wine какой-нибудь. Мы таким образом с разными винодельными общаемся периодически. Вот сейчас у нас Шабо, три вида вина, брюд, шардоне и мерло, который вот как private label, базовое вино, знаешь, если ты приходишь ко мне в заведение и просишь, дайте мне бокал вина. Вот за 39 гривен в любом моем ресторане тебе 150 миллилитров наливают или белого, или красного, или брюда. Ты во многих местах пошел бороться за чек. Я прям вижу, что такие прям вывески, все за... Да. Почему? Важно разным потребителям, разным гостям понимать, страшно сюда зайти или не страшно. У нас 80% людей готовят дома все еще. По старой, к сожалению, советской традиции. Потому что так научили, что в ресторанах невкусно, в ресторанах дорого. Мы туда можем только три раза в жизни сходить на день рождения, на свадьбу и на похороны, на поминки. А так мы, в принципе, питаемся дома. Поэтому у меня простая миссия это вытащить этих 80% людей из дому. А чтобы их вытащить, нужно показать, что смотри, вот устрица, там казанок мидии или там стейк из тунца в сливочном брюше стоит 59 гривен, 69 гривен, а бокал вина, так как во всем мире, стоит евро. Устрица стоит, как во всем мире, евро. Мне кажется, это дает возможность человеку просто почувствовать, что, о, блин, так не страшно, несмотря на то, что тут так красиво, вывески там и все такое. Можно зайти и на 100 гривен погулять банкет, как я говорю. В структуре посетителей не резидента много? Смотри, сейчас мы очень сильно это чувствуем, потому что у меня же среди моих ресторанов в трех сегментах, в премиум, в среднем и в низком сегменте украинских много. Ресторанов, как мы называем, современной украинской кухни. Канапа, остальные баррикады, чекен киев, ватра, не знаю, там тот же белый налыв или мушля, это тоже интерпретации современной украинской кухни, как мы ее называем. И, конечно же, украинцы не ходят в украинские рестораны, украинцы ходят суши, пицца, кальян, караоке, хинкали, хачапури, вот, а украинские неинтересны, поэтому, конечно же, в основном 70-80% иностранных гостей и туристов приходило вот в Канапу или в Астанию как бы баррикаду и в другие как бы рестораны. А сейчас их нет, границы закрыты, в сентябре вообще была жопа, потому что еще и вообще запретили въезд почему-то иностранцам и не знаю, к чему эта мера как бы привела, вот, но, например, в Канапе минус 80, в Астане баррикаде минус 80 по сравнению с прошлым годом посещаемость, да, ну, а в других местах минус 50, минус 30 такая плавающая из-за вот короны, конечно. Когда ты видишь там обсуждение всяких идей на тему там давайте там рубильник выключим, там свет потушим, да, какие у тебя комменты внутри? Ну, смотри, я стараюсь на все происходящее смотреть или философски или позитивно. Не нравится, когда это выборочно и неравноправно. То есть, когда говорят о полном тотальном локдауне, как у нас было весной, я воспринимаю это ок, потому что я это воспринимаю как человек и как, ну, член общества, я беспокоюсь о здоровье и своих близких, и своем, и, конечно же, гостей в том числе, поэтому я за то, чтобы это привело к эффективному какому-то, ну, там, результату, чтобы разорвать цепочку заражаемости, да, или заражения, как правильно сказать. Вот, если локдаун полный к этому приведет, давайте лучше закроемся. Когда это выборочно, нас закрывают на выходные дни сейчас, да, локдаун выходного дня называется, и это только кафе, бары, рестораны, и спортивные клубы, и кинотеатры, которые, ну, уж точно и так живут по санитарно-эпидемиологическим нормам, мы и так всегда работали в перчатках, мы и так всегда все обеззараживаем, потому что мы с продуктом работаем, мы, по сути, единственный бизнес, мы и кинотеатры, кто можем контролировать количество людей этих социальных дистанций, потому что мы ставим стулья, и ты же ешь сидя, соответственно, сколько стульев стоит, столько людей в зале, в отличие от маршруток, в отличие от метро, в отличие от супермаркетов, где стоят люди, просто дышат друг другу в затылок, да, где нет возможности контролировать это, где нет санитарно-эпидемиологических норм, но почему-то там это все происходит и не закрывается, а нас почему-то закрывают, вот эта несправедливость, конечно, ну, бантежить, вот, так не должно быть, ну, и мы не верим, что это приведет к результату, потому что если полная маршрутка едет, а рестораны закрыты, то вряд ли это повлияет на разрыв цепочки заражаемости. А как ты воспринял, когда тогда наши гроши, или там Бигус, Птиченко работал, и как ты это воспринял? Мы же бизнес, да, мы на все смотрим прагматично и не глазами политиков. Я за то, чтобы любой бизнес находил возможности работать, давай так, в целом, да, вот, я за то, чтобы объективно подходили к освещению информации. Ну, например, в тот момент, когда этот ресторан, о котором ты говоришь, были сюжеты, скорее всего, политической направленности, потому что если бы это был любой другой ресторатор, ну, вряд ли было бы интересно снимать про него, сюжет, например, часть наших ресторанов тоже работала, но только работала, так как это дозволено было на тот момент органами власти, на вынос, и, например, на доставку. Соответственно, заходящие люди в помещение, заснятые на камеру, точно так же могли бы быть мои курьеры, или точно так же я мог бы сидеть со своей супругой, Леной, возле окна, и есть персональскую еду, после того, как мы полдня развозили сами на машинах или на мопедах доставки, вот, и просто перекусывали, но это со стороны, если снять, можно было трактовать, как они же работают, посмотрите, у них в окнах сидят, как бы, едят, то есть, по факту, юридически, если есть, ну, что такое работа заведения, это осуществилась оплата, да, чека за предоставленную услугу, ты видел чек в сюжете оплаченный, ну, что люди заходящие купили еду, я тоже не видел, поэтому, ну, смотри, я за то, чтобы были равные права, если ребята работали, то это плохо, но я не уверен, я не увидел фактажа, что ребята работали, что работа происходила, чисто политическая история, нам даже не интересно, я имею в виду нам, рестораторам или малым предпринимателям, малому бизнесу комментировать, мы же на это все как на шоу смотрим. Как удается сделать замещение между, там, оффлайне и доставкой? А никак, мы сейчас, по сути, являясь ремесленническим бизнесом, крафтовым бизнесом, да, мы там жарим котлеты их и выносим гостям, вот, и это есть наша профессия, наш бизнес, теперь мы из поваров, переквалифицируемся в, в первую очередь, в айтишников и в и-коммерс бизнесменов, потому что рестораны и доставка, это две разные планеты, это абсолютно два разных бизнеса, это про айти, про и-коммерс, про логистику, как ты правильно говоришь, или про что-то еще другое, а оффлайн бизнес, это оффлайн бизнес. Кажется, что это все про еду, но это же не про еду, потому что в ресторан у тебя мотив прийти, совершенно другие блюда, совершенно другие, какие там впечатления, эмоции, а заказать еду домой, это совершенно другая, другие ожидания, там по скорости, это совершенно другая еда, ты стейк не закажешь себе, условно говоря, да, если ты любишь, ты там, не знаю, какую-то пожаренную, правильно, рыбу там, или салат, тоже, скорее всего, нет файлей, ты хочешь пиццу получить быстренько, там какую-то коробочку с азиатской едой, и настолько много вот этих вот слабо контролируемых звеньев в доставке, что мы как слепые котята все еще движемся, пытаясь разобраться вынужденно в этой истории, да, плюс, это не совсем рыночный сейчас, в целом, рыночный рынок, потому что рынок доставки формирует сейчас агрегаторы, которые по факту являются стартапами, а не операционно эффективным бизнесом, да, то есть здесь нам нужно сейчас в ресторане как-то каждый день работать, чтобы хотя бы 10% рентабельности заработать, потому что если мы не заработали, мы через месяц закроемся, у нас нет возможности привлечь раунд инвестиций, прокредитоваться где-то, пережить как-то, да, потому что у нас нет этих раундов, мы как бы очень маленькие, а рынок доставки формируется агрегаторами, где просто тучу денег, которые поднимаются раундами, эти деньги заливаются просто, я понимаю, с точки зрения конечно цели, с точки зрения формирования рынка в целом, чтобы люди начинали пользоваться агрегаторами, такой услугой в целом, как доставка еды, но для нас, кто вынужден встраиваться в эту модель теперь, если мы не можем оффлайн работать, а вынуждены доставлять, мы-то рыночно подходим к этому каналу продаж, а ребята не рыночные, соответственно, как мы можем выживать, если 35% комиссии берет, например, агрегатор, а у нас рентабельность 20, то есть это значит, мы 20% рентабельности своей отдали, еще 15% сверху откуда-то должны доплатить, чтобы тебе, как моему клиенту, привезли еду, то есть уже не рабочая модель, раз, хорошо, я понимаю, что в этот момент я не могу пользоваться услугами-агрегаторами, вынужден сам строить эту историю, своих курьеров нанимать, свою IT-инфраструктуру, какую-то устроить, мобеды и так далее, ну ладно, до мопедов там такое дело, а вот если курьер за счет агрегатора привык уже за этот год, как работают, активно, получать тысячу-полторы тысячи гривен в день, условно, зарплаты, в неработающей модели, да, где просто ему доплачивают за то, чтобы он в целом выходил на работу, я не могу себе этого позволить, потому что я еще больше выйду в минус в убыток, соответственно, очень сложная эта все пока история, мы не понимаем, как она работает, у нас юнит-экономика может быть лучше работает, потому что мы все-таки контролируем все вот эти вот мили, то есть мы быстро производим еду, ну например, мы их фаст-кэжуал заведениях, это еда интересна потребителю, мы за пять минут приготовили, собрали, отдали курьеру, и курьер там как бы повез, поэтому мы, например, попадаем в твое ожидание, там за 40-50 минут привозим, соответственно, агрегатор это может сделать только или с нами, или, например, с Макдональдсом, и все, больше на рынке нет заведений, которые способны в первой миле вот быстро приготовить еду, потому что обычный ресторан, ты же знаешь, 20-30 минут тебе только там салат готовит и выдает, соответственно, если он 20-30 готовил, выдавал тебе курьеру, и курьер еще полтора часа его вез, ты через два часа получаешь еду, то есть это не продукт, это не интересно потребителю, поэтому нам грех жаловаться, мы там до тысячи доставок делаем, но если сравнивать с нашим основным бизнесом, если в 60 моих ресторанах 25 тысяч гостей в день, то это 5 процентов. И как ты выживаешь? Ну, мы пока вот в турбулентности вот пытаемся серфить в этой истории, вот, как-то передоговариваемся, это же вопрос обезов в первую очередь, да, передоговариваемся с арендаторами, поставщиками, передоговариваемся с командой, вот, постоянно каждую неделю получаем очередные вот эти вот правительственные приколы, там, то мы оранжевые, то мы красная зона, то мы работаем до 22, то мы вообще выгодные не работаем, ну, мы просто сейчас плывем по течению, вернее, в волне находимся, нас вот так вот крутит, вот. У тебя есть понимание, что убьет сегмент? Смотри, сегмент уже убит, то есть все находятся в такой ситуации, ну, мы по факту технические банкроты все, то есть если ты завтра как мой арендодатель придешь и предъявишь выполнение обязательств по договору аренды, а мне нечем тебе заплатить, то ты имеешь право меня завтра уже выкинуть, а весь рынок работает только в арендных помещениях, например. Либо если поставщики, которые, понятно, что вынуждены сейчас ждут оплату, оплату, то, что я продал сегодня, я рассчитываюсь за прошлый месяц, если ребята придут и скажут, Дим, давай заплати, пожалуйста, я опять технически банкротка. У тебя кредиторка насколько выросла за последние два месяца? Мы не можем это считать, потому что это настолько все вот так вот постоянно как бы меняется, мы просто находимся, ну, вот входим по очень тонкому льду. Это нокдаун или нокаут? Нокаут, это еще есть шанс, да? Нет, нокаут это когда уже все выносит. значит, все еще, да, и почему вот эта история и херня с локдауном выходного дня, потому что у нас выбили последнюю почву юридическую из-под ног решить вопрос каким-то в случае чего юридическим путем, когда все в локдауне, я могу прийти и сослаться, ребят, это же обстоятельство непреодолимой силы, да, к своим контрагентам, и просто объяснить, ну, мы же все же не работаем, поэтому давайте вместе там подождем, решим, раскидаем как-то эти долги и потом их закроем, когда начнем нормально работать. А сейчас получается, когда я прихожу там к арендодателю и говорю, дружище, у меня вот закрыты выходные, а это 70-60-50 процентов моей выручки в целом, да, я тебе не могу платить сейчас даже минус 50, я тебе могу платить в лучшем случае 20-30 как бы процентов. Он говорит, ну, как это, ты же 5 дней работаешь, я слышал, что сказали только вас на выходные, так ты же 5 дней работаешь. 5 седьмых плати. Да, плати. Ну, соответственно, как бы, вот это самая плохая история по поводу карантина выходного дня, что у нас нет юридических оснований, ну, и даже иногда понятийных, ну, да, по факту мы 5 дней работаем, но просто в нашем бизнесе 5 дней не работают, потому что люди ходят на работу 5 дней, а в субботу, воскресенье ходят в кафе, в бары, в рестораны. В этом основная сложность. Правильно ли я понял, что если будет полный локдаун, то это будет лучше, чем локдаун выходного дня? Конечно, лучше полный локдаун, потому что, первое, мы надеемся, что он решит ключевую задачу, хотя бы остановит и на плату выведет заболеваемость, да, это ключевая задача, это то, к чему мы все стремимся и за что ратуем, вот, а второе, это просто понятийно, ну, мы договариваемся со всеми разными, в том числе рынками и у себя на рынке, о том, что это обстоятельства непреодолимой силы, соответственно, обязательства мы все вместе, взаимное, ставим на паузу, потому что сейчас мы в слабой позиции, так как мы единственное страдаем и на нас перекладывает правительство популистскую ответственность, потому что, мы понимаем, это не приведет к результату основному снижению роста заболеваемости, но на нас популистки, так, чтобы показать обществу, которое важно для них, наверное, с точки зрения политических каких-то там нюансов, вот что, ну, мы же закрыли рестораны, но вот у меня было ощущение, когда увидел это постановление, я понял, что вот они изо всех сил делают все, чтобы не делать полный локдаун, и вот это выглядит так, но крайне оказываемся мы, поэтому, если ты сейчас говоришь со мной, я против этих мер, конечно, если бы я, может быть, другим бизнесом занимался, я бы рассматривал это как, типа, вот, ну, в целом, что это одно из решений, которое не рушит всю экономику, но мы же понимаем, что это полная, ну, фигня, потому что мы, по сути, все находимся в малой микробизнес, вот, в сегменте вот этих вот цепочек, в том числе и поставщиков, малых каких-то фермеров, потому что мы же берем их продукты, они же не могут их в супермаркетах продавать сыры, там, мясо, рыбу, то есть рушится целая цепочка дальше, малого и микробизнеса, я думаю, это удар по 80% нашего малого микробизнеса. Когда будет плата, вот, по количеству заболевших? Я могу только отталкиваться от нашей статистики, которую я вижу, я понимаю, что это неправильно так мыслить, и это может выглядеть, как ковид-диссидентства, ты отталкиваешься от своей статистики. Да, но общество это видит по-другому, то есть я вижу только по своему малому кругу, по близкому кругу, и вижу по своей компании. За 8 месяцев карантина у нас работает около 4 тысяч людей в компании, вот в 60 ресторанах, у нас было ноль заболеваемости, ну, подтвержденной, да, то есть я ни одной справки с позитивным ковид не увидел, ни у кого из 4 тысяч наших сотрудников. Я предполагаю, вполне возможно, у кого-то это было, и кто-то где-то дома просто перекантовался, потому что это по факту грипп, это можно просто не сдавать тесты и пережить как ОРВИ или грипп, но по факту я ни одного подтвержденного теста не видел. Из моего близкого круга общения, скажу искренне, он у меня не маленький, потому что мы любим общаться, у нас большая семья, ты знаешь, да, и у нас постоянно там какие-то взаимодействия с друзьями, с коллегами происходят, никто не болел. Вполне возможно, кто-то болел и об этом не заявлял, но я по факту ни от кого этого как бы не слышал и не видел. Поэтому, если мы говорим о Плато, с точки зрения нашей вот этой бульбашки, в которой мы находимся в социальной сети, почитав фейсбучек и послушав там пару каких-то YouTube блогеров или телевидения, да, какой, ай, что там происходит, ужас, я предполагаю, да, на уровне концентрированного взгляда на медицинскую, поломанную и несуществующую, по сути, систему, да, в больнице, это, конечно, выглядит, наверное, ужасно. И, наверное, там действительно много как бы заболевших и уже в крайней форме, если они находятся действительно в больнице. Но на уровне 30, я предполагаю, миллионов страны, уровень Плато, на уровне количества заболевших в какой-то массе, я ничего этим не могу сказать, потому что в ближнем круге я этих заболевших не вижу. Мало того, я считаю, что эти полгода или 8 месяцев нужно было направлять все ресурсы для того, чтобы не рушить экономику из-за того, что поломана медицинская система, потому что по факту, это же причина, почему локдауны делают, да, была бы подготовлена медицинская система, количество дополнительных коек, наверное, количество там, не знаю, просто открытых дополнительных палат, ИВЛов и всего остального, наверное, была бы другая история. Просто из-за того, что ребята понимают, что сейчас, если больше-больше будет, как ты говоришь, вот заболевших уже тысячами, их некуда будет ложить, из-за этого пытаются экономику закрыть, чтобы типа сократить эти цепочки, вот передавания этого вируса. Поэтому я не вижу ответ на этот вопрос. Для меня это одна из сложных, но тем не менее это форма гриппа и ОРВИ, просто в нашем сейчас информационном мире, который отличается от того, каким он был 10 лет назад, это просто мы сильно акцентируемся на этой ситуации и сильно переживаем по этому поводу, хотя это реально разогнанная больше история, мне это кажется информационно в первую очередь. То есть те проценты, которые я читаю, пытаясь как-то понять объективно, это не объективная информация, те проценты заболевших и, не дай бог, умерших, я желаю всем здоровья, чтобы, не дай бог, вот, но это ничем особо не отличается от той же статистики, которая была 10 лет назад, плюс-минус процент, например, по гриппу в целом. Я смотрю на тебя, у меня ощущение, что тебя злят, раздражают решения, руководство, не знаю, Кабмина, вот так ли это? Ну, конечно, смотри, я же в бизнесе гостеприимства, я же должен вот так вот это все делать всегда, вы же приходите к нам в заведение, мы же не можем с кислыми лицами вас встречать, или выходить, мы выходим, протестуем, но после этого мы возвращаемся и все равно улыбаемся. А ты, кстати, ходил на акцию протеста? Ну, я лично не ходил, но многие из моей команды, конечно, вот, я в этот момент на фронте информационного, как это, информационной активности, давая комментарии, там, десяткам телеканалов занимался эти несколько дней, как бы дней, то есть у меня в этом, наверное, моя больше роль и функция более висимна. Но это, конечно, злит, но смотри, мы что понимаем объективно в целом, в какой стране мы живем, насколько она слаба, к сожалению, насколько я постоянно тебя слушаю и понимаю эти дырки сумасшедшие, под 200 сколько там ярдов, да, как бы в бюджете. Ну, зачем играть в ту же игру, как играют политики, в популизм, да? Мы можем, конечно, как многие, опять же, на экране. У них правила такие, Дима. У них, да. У них правила такие. Нам я не имею смысла. Ты понял, как у тебя правило быть с улыбкой, у них правило быть, выиграть в популизм. Ну, смотри, я бы мог продолжать отвечать на твои вопросы и говорить, вот, смотрите, как у нас, кстати, один из наших ресторанов в Польше, в Варшаве, мы вынужденно его продали, потому что там вообще у нас беда была. Вот, мы туда же попасть не могли физически, потому что вообще было в тот момент весной все закрыто, если ты помнишь, ни перелетов, ни банки, ни платежи, ничего. Мы здесь, а ресторан там, да. И вынуждено, единственное решение, продать его хоть за какие-то деньги. Мы его за полтора миллиона евро построили, продали, я даже не хочу говорить, за сколько, чтобы там просто, ну, это просто там десятая часть, чтобы хотя бы закрыть обезы, потому что деньги там получили от покупателя и расплатились. Вот, я могу сравнить, каким образом государство и город Варшава и государство Польша компенсировало и работало с малыми предприятиями, с ресторанами и со всеми, вот, как говорится, в партнерстве, в компенсации. До 80% всех плюс-минус затрат по налогам, у кого там проценты по кредиту, по заработным платам, все государство компенсировало. Я могу и здесь, конечно же, вести такую популистскую игру и говорить, вот, почему наше правительство, если закрываете, то выплатите нам какие-то компенсации. Но зачем, если мы понимаем, что это нереально, этих денег в казне нету, эти ребята там и так бедные, эти сочувствуют очень сильно, начиная от Зеленского, заканчивая Радой и всем этим, как бы, правительством. Ну, я понимаю, что они при, как бы, хорошую мину, при плохой игре или, как это правильно говорится, пытаются держать, но мы, как страна, ну, не можем друг друга валить в этой ситуации. То есть, как минимум, мы можем просто артикулировать, ну, как я сейчас артикулирую, что я не считаю это справедливым решением, например, но, например, требовать что-то взамен или там еще как-то больше пушить эту ситуацию, хотя, наверное, когда нас загоняют в угол, мы могли бы, да, как вот фоповцы, ребята, на днях, да, вот перекрывать дороги и все такое, но я не вижу в этом смысла. Имеет смысл сотрясать воздух и что-то делать, если ты понимаешь, что это приведет хотя бы там на 80-90% к результату. Сейчас я не вижу вот этой возможности что-то требовать, что-то там качать, раскачивать лодку, потому что не будет результата. Ребята не отменят карантин, ребята, скорее всего, быстрее примут решение закрыться и так, в целом, всем на карантин. Скажи мне, вот за период, за 8 месяцев, когда у тебя было такое самое упадническое настроение, когда вот хотел сказать, да ну его все? Где-то на второй, на третий месяц. Май? Да, конец апреля, май, потому что, знаешь, мы с женой все кризисы, а мы, кстати, поняли, что мы, в принципе, в кризисе живем 30 лет уже, да, и у нас только там чуть-чуть было проблеска в парочку по годику, в лучшем случае, там, может быть, 6-7, да, а так в целом мы в кризисе живем, вот, но даже вот такие яркие их проявления, как условно там 91-й, 98-й, 2004-й, 2008-й, 2013-й, 2014-й и сейчас, их можно каким-то образом называть. Это кризис про что? Вот этот кризис мы называем кризис про отношения, потому что очень быстро за вот этот месяц полтора локдауна тотального проявились все нарывы в отношениях. Ну, например, были наши близкие, знакомые семьи, которые оказались на пару недель дома наедине вынуждены в квартире, и сразу же отношения настолько проявились, да, проявились мы называем, что, к сожалению, очень многие семьи пораспадались. В бизнесе из, допустим, там 100% партнеров, например, арендодателей, да, какая-то часть, слава богу, незначимая, тоже проявилась. Кто-то хорошо, кто-то очень плохо. Поэтому этот кризис про отношения, вот как раз у меня концентрировано вот эти вот все комки собрались вот где-то, в том числе и с персоналом. В общем, ну, непростые переживания, когда ты все, ну, вроде бы тебе казалось, что ты максимально проявляешься и позитивно, вот. Собозишься о людях. А там такие ножи как бы в спину, вот. И вот где-то через месяц-полтора такие упаднические истории. Кстати, пользуясь случаем, благодарю тебя, потому что все видео вот в этот момент, связанные со спортом, жаль, что ты, кстати, сейчас меньше снимаешь про бег, очень помогают, потому что включаешься в эту историю и отставляешь наш в нашем мире быстрый способ уйти или понизить уровень как бы стресса. И, например, я включился там чуть больше в спорт и быстренько из этих ситуаций как бы вышел. Ну, вот весной была такая история. Но это же всегда маятник. То есть оно, ты уходишь туда, значит, как только вот в июне мы открылись, ну, это как через катарсис прошли, и понимаешь, то есть это сразу же уже новые возможности и реально там приходит другая энергия, другие там какие-то коллаборации из других рынков, на которые мы вообще даже не смотрели. Вот. То есть это всегда, это если ребята смотрят, слушают и кому-то важно это услышать, вот. Там, где самая темная ночь, как это перед как бы рассветом, да, то есть всегда это маятник. Если упали в яму, скорее всего, это уже хорошо, потому что в ближайшее, сильно ближайшее время будем из него выбираться и будем уже на вершину забираться. Вы с коллегами по цеху как-то общаетесь на каком-то топ-левеле и что-то обсуждаете? Да, вот это тоже, опять же, почему кризис про отношения. Это впервые, я так понимаю, за вот 28-29 лет в индустрии, когда произошло хотя бы какое-то объединение, потому что до этого мы так все равно называли, да, это террариум единомышленников был, знаешь, весь ресторанный рынок. Вот. Несколько появилось профильных ассоциаций ресторанных. В бизнес-клубах образовались наконец-то вот отдельные, как сказать, блоки, связанные вот с хорикой. Не могу сказать, что это эффективно в итоге. Умеет какие-то результаты, да, хотя это все на уровне топ-коммуникации было, по крайней мере, в зум-конференциях с правительством и с разными профильными там и комитетами и, в общем, врачами, вот. Не могу сказать, что это привело к результатам, не потому что плохо взаимодействие происходило, а потому что я понимаю, мы просили те вещи в какие-то моменты, которые просто неисполнимы по факту, да, ну там типа ребята не трогайте, не закрывайте, ну. Как Наполеон сказал, проси невозможно, а получишь максимум. Ну да, короче, не сильно это все получилось, но какое-то объединение произошло. Есть ощущение, что в обычном нормальном режиме вряд ли это продолжится так же активно, как было и происходит в кризисные какие-то моменты, то есть вряд ли мы будем так же встречаться и общаться, чтобы дальше продолжать, как это в мире принято, лоббировать уже там на более стратегическом уровне, там какие-то податкови, там, пильги, там, или вообще отраслевые какие-то решения, да, как это на Западе делается, вот, но тем не менее, ты вот правильно обратил внимание, это произошло, вот, как говорится, беда объединяет. Как изменилась твоя жизнь по твоим расходникам, по твоей культуре потребления? Значит, у нас, опять же, с Ленусей такой катарсис быстро произошел за неделю, за первую, значит, первое... С 8 по 15 марта. Вот что-то такое, да, 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 значит, первое, ну, понятно, мы в ауте, просто в шоке, знаешь, на автопилоте, там, не знаю, ходим по супермаркету, пытаясь купить, как это, ну, инстинкт срабатывает какой-то, знаешь, мало ли что, ну, давай... Гречку рис. Да, когда они мне тебе рассказывают, когда дома там пятеро детей, как бы, ну, так, надо, надо как-то берлогу укомплектовать, вот. С запасами. Ну, а мы 19 мая, опять же, 40 лет, исполнилась эта какая-то такая переломная история, и мы как раз вот приблизительно в это же время, как бы, сидим в этот период, как бы, весенний, начался карантин, и мы наконец-то, несмотря на такое количество детей, вот, мы в своем доме, мы его там достроили, до этого все, что было, это там съемное или что-то такое, не то, что можно было считать фундаментом, в котором можно, крепостью, в котором можно как-то перекантоваться в темные, как бы, времена, вот. И вот первый такой катарсис, что мы сидим и понимаем, блин, как хорошо в этом случае, что это сейчас, этой весной происходит, потому что весну назад мы жили в съемном доме, который достаточно дорого для нас обходился, с достаточно большой инфраструктурой, которая поддерживает, условно, наш рабочий образ жизни и одновременно воспитание разновозрастных четверых детей, ты понимаешь, сколько это стоит, няни, смены, водители, там, или... Ну, мы все делаем сами по этому. Ну, я говорю, предполагаешь, как бы... Да, я понимаю, я всегда знаю чеки, да. И если бы, не дай бог, карантин произошел год назад, ну, вот реально, я думаю, там мы были на грани, ну, я так точно, чтобы двинуться мозгами, потому что, когда впервые в жизни все равно ты бизнесмен хороший, плохой, у тебя, в принципе, отобрали бизнес, закрыли его административно, то есть ты ничего не можешь сделать. Если в других предыдущих кризисах мы как-то ж быстренько перестраиваемся, трансформируемся, находим новые возможности и в целом работаем, ну, там, ну, минус 20, ну, минус 30, это впервые, когда настолько твоя свобода во всех проявлениях и свобода, и право на работу ограничено на 100%, и ты понимаешь, что нет никакой возможности поддержки, потому что мы все простые ребята, у нас нет ни отцов, ни мам, ни там, ни каких даже друзей, которые там могли бы как-то... Заскиваем. Да, я не хочу даже в этом думать, вот, но тем не менее. То есть, слава богу, у нас такое первое, что это произошло сейчас, а не год назад, когда вообще все съемно, у нас пятеро детей, остановленные полностью бизнес и куча... Кубизов. Кубизов, да. Проходили такое в восьмом, в девятом, в десятом, отхаркивали потом еще несколько лет, то есть точно, ну, как бы, и то не в таком масштабе, как сейчас было. Первое, можно сказать, позитивное. Второе позитивное, что через неделю мы как-то сели и так посмотрели друг на друга с Ленусичкой, вокруг наши прекрасные дети, мы, слава богу, в доме, слава богу... Все здоровы, живы. Да, все здоровы, есть что есть, есть что пить. Мы стали себя уговаривать, что давай попробуем открыть для себя мир органического, натурального вина, потому что там меньше серы, можно больше выпить, позволить себе, знаешь так. Вот, и мы так сидим и чуть ли не одновременно говорим, что, прикинь, а мы же мечтали о таком, но где-то там, когда-то, на пенсии, что мы будем больше времени проводить вместе дома, да, что мы не будем суетиться там по поводу бизнеса где-то проводить с утра до вечера на работе, что мы будем больше времени уделять детям, больше с ними проводить времени. Так вот же ж это настало, вот же ж оно сейчас и происходит, и это кайф, спасибо тебе, карантин, что вот в этом смысле ты нам дал возможность уже сейчас жить эту вот жизнь, о которой мы мечтаем на самом деле, и работаем, чтобы ее, эту жизнь создать. А вот ты нас так раз, и вот же оно, вот как бы... Корыто, которое ты хотел. Да, конечно, это дальше, через несколько недель стало меняться в другое настроение, что это работает, когда есть там, условно, на этот ближайший месяц... Дубочка. Хоть какие-то деньги, да, или мы там что-то курьерами сами же подрабатываем, чтобы было за что есть и пить, вот. А если это будет так теперь всегда, то точно это не очень комфортно. Ну вот такие вот мы ловили ощущения, и я благодарен на самом деле за этот опыт весне. Сейчас у нас новый виток. Я желаю тебе трансформироваться столько раз, столько потребует внешний мир, хочу, чтобы у тебя всегда было людно, карантин, не карантин, очередь с курьеров, вот все, что можно придумать, все, чтобы было у тебя, потому что ты мега позитивный чувак. Благодарю. Спасибо. Здоровья тебе, твоей семье, ура. Спасибо. И здоровья всем ребятам, кто слушает и смотрит. Первый раз в эфире пьем. Да, видишь как. Ну, есть алиби. Я был у Анистрата, а он виновен. Да-да-да, виной я, ребята, придется.